4 ноября – День народного единства, самый молодой праздник в России. Ему всего 4 года. В этот день, в 1612 году Козьмоминин и Дмитрий Пожарский освободили Москву от поляков, собрав народное ополчение. Однако, по данным Центра исследования общественного мнения, больше половины граждан России не знают, какой праздник отмечается в этот день. Тем временем, жители Санкт-Петербурга привыкают к новому выходному. Сегодня официальный день народного единства, официальный праздник. В честь окончания смутного времени. Сегодня день единения народов России. Вообще, это очень важный день для России. Но, по-моему, пока мы душой еще не ощущаем этого. Потому что уж слишком долгие годы мы отмечали другой день рядом с этим праздником. И поэтому пока только большинство воспринимает его как после выходного дня. Я думаю, что этот праздник нужно отмечать, конечно. Историю надо помнить в любом случае. Потому что это все-таки наше пришествие. Если бы не было истории, не было бы нас. День народного единства связывает всех людей в единое целое. Но отмечать, я думаю, не настолько важно. Важно помнить, что все мы друзья. И надо жить хорошо, добро и дружно. Сегодня день национального единства. Связывается строение истории, произошедшей в Средние века, с историей освобождения России при помощи организации ополчения Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Очень важно. И мне нравится то, что так это невольно получилось. В связи с церковным календарем это связано с празднованием Дня иконы Казанской Божьей Матери, заступницы Руси, обретенной в Казани. NTD, Санкт-Петербург, Россия.